Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня у нас очередное занятие Красного университета Фонда Рабочей Академии. Зовут меня Юрков Кирилл Валерьевич, я кандидат технических наук. Занятие у нас сегодня семинарское. Это означает, что вам были даны и предложены 7 вопросов, на которые вам требовалось ответить хотя бы на два из них. Давайте мы следующим образом построим сегодняшнее наше занятие. Сначала я, может быть, приглашу тех, кто слушает, те, кто присутствует очно, дам возможность выступить по предложенным вопросам, обсудим их. Потом мы разберем те работы, которые пришли через СДО. На сегодняшний момент пришло 155 ответов. Меня хватило на то, чтобы проверить 80 из них. Надеюсь, что оставшиеся я проверю в будущем. Но тем не менее, я думаю, что большинство ошибок, которые товарищи допускают в ответах на вопросы, мы сегодня так или иначе разберем. То есть те товарищи, чьи работы и чьи фамилии я сегодня не назову, они смогут понять, какие ошибки они допустили и как надо было отвечать на работы правильно. Ну и хочу напомнить в очередной раз всем слушателям Красного университета, что цель семинарских занятий заключается не в том, чтобы я прочитал каждое слово, которое товарищи слушатели написали, а цель заключается в том, чтобы понудить или заставить слушателей изложить свои мысли на бумаге. Ну или просто изложить свои мысли, чтобы вы были не только потребителями знаний, но и могли эти знания в той или иной форме воспроизводить. И это самое главное. А не в том важность заключается, что я буквально каждую работу проверил и буквально по каждому слову дал какой-то комментарий. Хотя, как я уже сказал, обязательно какие-то комментарии сегодня я дам. Ну вот, товарищи, было предложено 7 вопросов вам, да, давайте я их зачитаю. Первый вопрос, что такое философия. Второй вопрос, правильность, достоверность и истина. Третий вопрос, диалектическая истина. Четвертый вопрос, диалектика как наука. Пятый вопрос, диалектический материализм. Шестой вопрос, исторический материализм. Седьмой вопрос, диалектика как источник и составная часть момент марксизма. Да, тут на самом деле предлагалось ответить на три вопроса, как я вижу, пишут, написано в СДО, но на самом деле ответы на два вопроса и какие-то мысли разумные по двум вопросам было вполне достаточно, чтобы получить оценку за чтено. Товарищи, предлагаю тем, кто присутствует точно, выступить по любому из предложенных вопросов. Давайте начнем с такой формы, попытаемся. Кто готовился, кто готов выступить, коротко выступить по предложенным вопросам. Желающие есть? Товарищи, семинар это такое... Такое... А можно вопрос? Да. Подождите, пожалуйста, если я не знала, что нужно, не получилось подготовить. Значит, вы подготовитесь в следующий раз. В следующий раз вы подготовитесь. Вы в следующий раз подготовитесь и загрузить свой ответ можно в СДО, по-моему, до завтрашнего дня в целом. Да. Ну что, товарищи, кто хочет выступить? Вообще, одна из целей наших занятий, в том числе, да, и ту квалификацию, которую вы здесь призваны получить, это квалификация пропагандист. А пропагандист, который сидит на кресле и молчит, это не пропагандист. Ну или, по крайней мере, который все знает даже о марксизме, который прекрасно владеет тремя источниками и тремя составными частями марксизма и сидит на кресле и молчит, это не пропагандист. Или, да, человек, который является недействительным пропагандистом. Так что я вас призываю учиться выступать, выступать четко, коротко и внятно. Это то, что мы сегодня должны так или иначе отточить. Пожалуйста, выходите вот сюда. Давайте я подвинусь немножко, чтобы камера вас видела. Вот так мы можем, наверное, сделать даже. Сюда? Да, вот сюда вставайте прямо. Фамилия, имя, отчество и говорите, на какие вопросы вы будете давать ответы. Здравствуйте, меня зовут Дмитриев Максим Денисович. Я являюсь слушателем первого отделения Красного университета. Хотел бы сейчас дать ответ, ну, на первый вопрос. Давайте. Философия, что это? Философия – это наука о всеобщих законах природы, общества и мышления. Абсолютно правильно. Так. И конкретно хотел бы на седьмой вопрос ответить. Угу. Я рассуждаю так. Вопрос называется… Диалектика как источник и составная часть момент марксизма. Момент марксизма. А именно, без диалектики невозможно применить диалектический материализм к истории, как для того, чтобы рассмотреть движение общественной материи, которая была конкретно изложена в политэкономии. Конкретно в капитале Маркса. Общественной формы материи только. Общественной формы. Нет только общественной материи, есть общественная форма материи. Общественная форма материи. Общественная форма материи. То есть, материя может возникать в разных формах. Вот одна из форм общественная. Следовательно, он же исторический материализм. Значит, еще раз. Вы сказали, что… Еще раз, давайте этот вот мостик между диалектикой и историческим материализмом как-то мы проведем. Без диалектики невозможно применить диалектический материализм к истории, чтобы рассмотреть форму движения, чтобы рассмотреть движение формы общественной материи. Да. А она же применена, метод диалектического материализма, примененный к истории является историческим материализмом. Это правильно. Но это вы отвечаете на шестой вопрос. Ну, он вкупе у меня был просто. И дальнейшее развитие диалектика в политэкономии заключается в дальнейшем в научном социализме, как соединение рабочего движения непосредственно с теорией. Не-не-не, здесь вы не совсем точно излагаете диалектика. Конечно, поскольку тут как раз в вопросе и указано, что это момент, да, она связана с научным социализмом, безусловно, но она также связана и с политической экономией. А в чем, почему мы называем, мы здесь говорим о моментах, а не, вот говорим о составных частях, но и о моментах одновременно. В чем соль дела? Момент в том, что они являются одним целым и неразрывным. Но при этом каждое из них можно изучать по отдельности. Казалось бы, по отдельности, но на самом деле они вытекают одной из другой. Да, вот на самом деле моменты тут и заключаются в том, что по отдельности их нельзя изучать. Вы начинаете изучать диалектику, ее тут же надо применять к чему-то. Вы ее применяете к политической экономии, вот вы изучаете политическую экономию. Вы изучаете политическую экономию, читаете «Капитал Маркса», да, как основной труд по критике политической экономии. И тут же там где-то в какой-то момент вы видите, что начинали разбирать, ну, такую абстрактную вещь, товар, а в итоге пришли к тому, что бьет час эксплуатации и эксплуататоров экспроприируют, да, экспроприаторов экспроприируют. То есть, и оказались мы вдруг в сфере вообще научного социализма. То есть, эти моменты, они неразрывно связаны, их нельзя делить одно от другого. Именно поэтому Ленин говорит, что марксизм, как бы, это единый кусок стали, который нельзя разбить и разделить, да. Хорошо, спасибо большое. Кто еще хочет выступить, товарищи? Давайте, не стесняйтесь. Здравствуйте. Представьтесь только, да. Меня зовут Алина Гафеева-Руслановна. Ну, вот я хотела дополнить первый вопрос, что такое философия. Я думаю, что здесь нужно поговорить вообще о проблеме философии в наше время. Вот для обыденного сознания, да, философия воспринимается как, ну, некоторое представление, как субъективные мысли, какие-то, которые, ну, мы производим о мире, который зависит от жизненного опыта. Это первый контекст. Второй контекст уже касается академической философии, да. И здесь мы тоже стоим перед тем, что в академической философии на данный момент очень распространены концепции агностицизма, субъективизма, скептицизма. То есть, начиная с Канта, с Беркли, стоит проблема вообще-то как таковой проблематики философии. И я считаю, что философии нужно вернуть её изначальное значение, то есть науке, как раз-таки науке о всеобщих законах мышления, социума и бытия. И здесь очень важно, это именно теория отражения, то есть то, что мы можем, в первую очередь, утверждать объективную истину, и мы можем непосредственно к ней стремиться, её познавать. То есть это гносиологическая открытость, гносиологический оптимизм. Вот, это то, что я хотела дополнить. А что вы имеете в виду под теорией отражения? Вы имеете в виду, ну, категория рефлексии вообще, она как бы, да, одна из таких основных категорий, философских категорий, но, что прям говорить о теории отражения, я что-то как-то не очень понимаю, чтобы прям эту теорию выводить из этого теория. Ну, имеется в виду, что, ну, тут уже, наверное, об истине надо поговорить, да, что истина есть в соответствии понятия объекту. Так. Да, и, соответственно, наше мышление, да, мы, наше мышление, мы познаём природу, и нужно учитывать, что когда мы, ну, грубо говоря, мы не можем разорвать мышление бытия, то есть мы, то, те законы, которые способны бытию, в данном случае диалектические законы, они же отражаются мышлами. Ну, вообще сознание, что это такое? Вот сознание, это как бы, да, вы, вот здесь надо, наверное, указать, что, 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 как, какое соотношение между сознанием и материей? Ну, здесь... Это что-то оторванное друг от друга? Нет, это мы уже переходим к вопросу диалектического материализма. Нет, это как раз связано с рефлексией, это вот с отражением, вот это всё в рамках вопроса об отражении. Что такое сознание? Ну, это отражение... Это не совсем, ну, это не просто любое отражение, да, когда вы смотрите в зеркало, это тоже отражение. Да. Материя себя отражает. А сознание, это всё-таки свойство высокоорганизованной материи отражать саму себя. То есть это высокоорганизованной материи мы, ну, в данный момент мы понимаем человека, хотя, в общем-то, можно предположить, что высокоорганизованная материя и в другом виде вообще, возможно, существует в этой вселенной. Так вот, это именно сознание, это просто такое свойство материи. Вот материя развилась до таких форм, вот до здесь всех сидящих, и эти формы могут отражать окружающий мир сознанием, да, и это как раз... Это уже к вопросу о том, что изначально первичный дух или материя, да. То есть, ещё раз, мы должны зафиксировать, что сознание и материя, это не какие-то рядом положенные элементы, а одно является просто свойством другого. Мы преодолеваем своего рода даже дуализм, то есть они не существуют как две субстанции, да, как у нас там у Декарта было, вот, а мы, соответственно, они взаимосвязаны. То есть они не являются отдельными хвостами, которые следуют там, как у Декарта, у Левницы, как дуализма независимыми реальностями. Это безусловно. Хорошо, отлично, спасибо, достаточно. Так, кто ещё желает выступить? Смело больше нету. Никто не хочет, да, больше, товарищи? Ну, давайте мы тогда продолжим. Может быть, кто-то ещё попозже захочет. А я бы вот хотел действительно пару слов сказать по поводу философии в целом. И мне очень понравилось, что мы подняли вопрос о академическом содержании философии. Я тут свой опыт могу немножко рассказать. Когда я учился в Сан-Бирбургском государственном университете на математико-механическом факультете, естественно, мне преподавали философию. И её преподавали в таком виде, как, ну, вот, рядоположенные какие-то факты. Вот здесь Кант что-то поговорил, здесь там Лебнец что-то сказал, вот там Платон со своим миром идеи выступил, вот там даже Гегель, может быть, что-то там где-то выступил и так далее. И в целом рисовалась картина ряда положенностей. То есть рядом просто какие-то мнения субъективные. И более того, всё это преподносилось под, как бы, сурдинкой плюрализма мнений в науке. То есть, как бы, вы хотите, вы думаете, что вот мир идей по Платону, значит, вот вы живёте по Платону. Если вам нравится больше Гегель, там, своего абсолютной идеи, ну, живите по Гегеле. Если вам ещё кто-то нравится Кант там и нравится вещь себе, значит, вот вы придерживаетесь этих концепций. И абсолютный такой плюрализм мнений, который, вообще говоря, с наукой не совместим никаким образом. Ну и, соответственно, для студента, там, пятый это курс был, наверное, конечно, философия не выступала как наука. Вот в этом смысле. Тогда для меня это было просто, ну, какой-то такой интересный рассказ. Ну и потом при обучении в аспирантуре, естественно, всё повторялось. Ничего нового, там была история философии науки, такой, как бы, предмет. Ну и рассказывалось всё то же самое, только кто за кем идёт. То есть, как бы, сначала вот этот поговорил, потом вот этот поговорил, потом вот этот поговорил. Никакой связи не было и никакой системы не было. К чему я всё это говорю? К тому, что философия в действительности – это наука, а это значит, что это знания, приведённые в систему. То есть, система знаний, а не просто рядом положенные какие-то факты. И венцом вот этой систематизации, этой приведения философии в научную систему является, конечно, наука логики Гегеля, которая представляет собой именно систему знаний. В каком смысле? В том смысле, что у неё есть начало, как не развитый результат, и начало в науке логики Гегеля, в диалектике фактически. С чего начинается наука логики Гегеля? Кто может подсказать? С чистого бытия. Вот, пожалуйста, товарищ. Вот он фактически уже, товарищ, всю науку логики Гегеля изучил. Потому что начало – это не развитый результат, соответственно, он в себе содержит в не развитом виде и результат. Поэтому вы вот знаете первую категорию, фактически вот там вся наука логики Гегеля и свёрнута пока. Да, начинается с чистого бытия. То есть, сначала это чистое бытие, и потом это чистое бытие разворачивается в систему категорий и логических переходов между ними. И в итоге получается целая система. И в качестве результата мы приходим через все тернии к звёздам, что называется, к абсолютной идее. То есть, к единстве идеи теоретического познания, идеи блага и идеи познания, идеи практического и теоретического преобразования мира. Это моменты абсолютной идеи. И это является результатом вот этой всей системы. То есть, есть результат, как не развитый начало, и результат, как развернутое начало. Вот таким образом, в этом смысле философия представляет собой, безусловно, науку. И предстаёт перед нами как научная система знаний. Поэтому, если вы хотите изучать философию как науку, вам нужно не читать отдельные отрывки и куски различных философов и изучать эту тернистую дорогу действительно к диалектике. А изучать саму диалектику непосредственно. Потому что все категории, которые содержатся в науке логики, они в том или ином виде, в основном снятом виде, конечно. Мы о категории снятия будем говорить, наверное, на следующем семинаре. В снятом виде содержат все те идеи и всё то хорошее, что было за 2000-летнюю историю всей философии. То есть, этот вот венец философской мысли и нужно изучать. Вот, поэтому в этом смысле мы вот как раз обсудили ответ на вопрос, почему диалектика является наукой. И вот в четвертом вопросе как раз именно это и понимание нужно раскрывать. Простите, пожалуйста, диалектика как наука. В этом смысле это ответ на четвертый вопрос. Давайте мы теперь перейдем к разбору тех ответов, которые пришли в СДО. И еще раз подчеркиваю, если, товарищи, кто-то решится после того, как я разберу какие-то ответы, выступить, что-то дополнить, может быть поправить меня, то, милости прошу, весь сегодняшний семинар у вас есть такая возможность. После того, как я закончу разбирать ответы тех товарищей, которых я успел проверить, будет время для вопросов у нас по вообще тематике марксизма. Я буду готов ответить на любые вопросы. Давайте мы начнем с того, что я зачитаю сначала товарищей, которым я поставил зачет, а другим товарищам, которых я проверил, я поставил зачет с замечаниями. Но это не значит, что что-то у вас там плохо. Это просто есть некоторые неточности, которые я отметил при проверке и которые надо поправить. И вообще говоря, то, что вы получили замечания, это наоборот хорошо, это значит, что я в вашу работу более глубоко вчитался и разобрал ее до косточек, что называется. Но тем не менее, давайте я прочитаю тех, кто получил зачет. Никита Ирикович Абасалямов. Прошу прощения, я могу неправильно ставить ударение. Зачет. Дмитрий Александрович Алашеев. Зачет. Иван Сергеевич Антипов. Зачет. Валерий Вячеславович Берлетов. Зачет. Наталья Вячеславовна Буданова. Зачет. Владимир Булыгин. Зачет. Феликс Юрьевич Бурмистров. Зачет. Руслан Владимирович Быковский. Зачет. Кирилл Александрович Ватазин. Зачет. Николай Сергеевич Вахтомов. Зачет. Антон Михайлович Войтович. Зачет. Михаил Николаевич Гавриков. Зачет. Максим Владимирович Гордевнин. Зачет. Артем Грецкий. Зачет. Илья Александрович Губин. Зачет. Максим Денисович Дмитриев. Зачет. Алексей Михайлович Даровской. Зачет. Алексей Александрович Емельянов. Зачет. Артур Ефимов. Зачет. Артем Ефремов. Зачет. Николай Русланович Желнин. Зачет. Досан Жумагильдиев. Зачет. Максим Анатольевич Заварин. Зачет. Евгений Владимирович Зеленков. Зачет. Иван Сергеевич Калентьев. Зачет. Константин Сергеевич Каминский. Зачет. Виталий Игоревич Карпов. Зачет. Денис Юрьевич Каюткин. Зачет. Никита Юрьевич Кириличев. Зачет. Дмитрий Андреевич Кириллов. Зачет. Надежда Викторовна Кирилова. Зачет. Андрей Клюшенков. Зачет. Александр Эдуардович Кобельков. Зачет. Виктория Леонидовна Козлова. Зачет. Вячеслав Владимирович Кореньков. Зачет. Игорь Владимирович Короткевич. Зачет. Кирилл Александрович Косов. Зачет. Святослав Вячеславович Крутилин. Зачет. Аристарх Сергеевич Крюковский. Зачет. Михаил Дмитриевич Кузнецов. Зачет. Виктор Владимирович Кунин. Зачет. Арина Леонидовна Кушнир. зачет, так, это все товарищи, кого я проверил, и тот, кто получил зачет, теперь давайте перейдем к товарищам, у которых я проверил, но нашел некоторые замечания, так, Аникиев, или Аникеев, не знаю, прошу прощения, АА, имя, отчество здесь мне не указано, город Ростов-на-Дону, товарищ отвечает на вопрос о правильности, достоверности и истина, и истина, да, пишет, истина это соответствие понятия объекту, или это соответствие результата задуманному, достоверность момент истины, правильность соответствия какому-либо понятию, не совсем верно, про правильность товарищ здесь указывает, значит, давайте вот на этом вопросе мы немножко остановимся, итак, истина это действительно соответствие понятия объекту, то есть мы изучаем объект некий, выражаем его в понятии, да, и истина заключается в том, чтобы то понятие, в котором мы пытаемся выразить этот объект, соответствовало этому объекту, и поскольку-поскольку все в этом мире является противоречивым, то есть содержит противоречие, то истина должна содержать в себе противоречие, то есть она должна быть противоречива, и именно это означает, когда говорят истина конкретна, именно это и подразумевается, конкретна, истина конкретна, в противоположность абстрактности, абстрактная это значит односторонняя, взятая просто с одной стороны, абсолютизированная, можно сказать, нет, абсолютизированная это немножко другая категория, абстрактная это просто взятая с одной стороны, да, а конкретная это значит взятая как противоречие. И в этом смысле, если мы берем об объекте, говорим только, высказываем только одну сторону или выражаем только одну сторону противоречия, то мы говорим о правильности. И это правильно. Если мы просто о другой стороне, о стороне противоречия говорим, то и это тоже правильно. И в этом смысле это правильность. А здесь товарищ пишет, что правильность – это соответствие какому-либо понятию. Это неверное утверждение. Ну и вот тут товарищ пишет, или это соответствие результата задуманному Это не совсем точное выражение мысли, но в целом где-то рядом Да, диалектическая истина, вот дальше указывает Диалектическая истина это единство и борьба противоположностей И вот это уже неверно, вы тут правильно до этого сказали Истина это соответствие понятия объекту, или это соответствие результата задуманному То есть это где-то близко В каком смысле диалектическая истина раскрывает себя? Диалектическая истина раскрывает себя в том смысле, что мы должны не только понять объект Правильно его выразить, во всем его противоречии выразить в понятии Но и в соответствии с понятием начать этот объект преобразовывать И эта мысль, вообще говоря, она кажется такой достаточно простой Но вроде да, тут как бы надо преобразовывать мир в соответствии с понятием Вроде бы простая идея На самом деле эта идея разделяет, она определяет ту пропасть между материализмом созерцательным Материализмом фейербаховским и материализмом диалектическим Когда, если есть такая работа у Маркса Тедисы о фейербахе Как раз один из последних тедисов Маркс забивает гвоздь в крышку гроба созерцательного материализма И говорит, что философы лишь пытались различным образом объяснить мир А дело заключается в том, чтобы изменить его То есть задача, диалектическая задача, диалектического преобразования мира И диалектическая истина заключается в том, чтобы изменить мир в соответствии с понятием Естественно, это соответственно должно быть правильно То есть понятие должно раскрыться истинным образом И в этом заключается диалектическая истина Так что, товарищ, когда сводит тут истину к единственной борьбе противоположностей, то есть, ну, понятно, что единственная борьба противоположностей – это вот диалектическое единство, и это верно, то есть, все есть единственная борьба противоположностей. Но истина, диалектическая истина этим не определяется. В целом зачтено. Ну, Ардуханян Борис Александрович пишет, пишет товарищ, правильность односторонняя истина, это не односторонняя истина, еще раз, истина, она как раз конкретно, нельзя сказать односторонняя истина. Если вы взяли истину с одной стороны, то есть взяли одну сторону противоречия, то это уже не истина, это как раз правильность. И можно сказать, что правильность это одна сторона противоречия или одна сторона истины, можно вот так говорить, но нельзя сказать односторонняя истина, потому что вы этим самым истину обесценили. Достоверность, проверенная односторонняя истина. То есть какая-то бывает нормальная истина, конкретная, и односторонняя истина, так вот никакой односторонней истины не бывает. Если односторонняя, это уже не истина. И в этом смысле, кстати, говорят, истина всегда одна, истина всегда конкретна, она одна, ее немного истин, плюрализм истин в науке, он не имеет места быть. В этом смысле тут вот вспоминается, тут товарищи выступают в интернете сейчас, есть такой, ну в целом неплохой публицист, публицист Константин Семин. И если вы заметите, товарищ диалексику не изучал, это сразу же видно, он всегда говорит в самом конце, правда всегда одна, так вот это неверно, истина всегда одна. А правды ее можно много, если у вас противоречия в нем разные стороны, вы можете брать правду как в одну сторону противоречия, так и другую, это будет правда, и то, и другое будет правда. Так что вот видно, что иные левые блогеры диалектикой не балуются, не изучают ее. Но я надеюсь, что слушатели Красного университета будут хорошо знать, что именно истина одна и истина конкретна. Так, Александр Александрович Баскаков отвечает на вопрос о правильности, да, вот тоже разбирает тот же самый вопрос и говорит. Правильность это отрицание ужи, но является лишь односторонним суждением об объекте, моментом истины. Я думаю, что здесь категория суждения в целом ее рано применять. Ну, это слишком сложная категория, чтобы определять такие категории, как правильность, достоверность и истина. Все-таки суждение это достаточно сложная категория, которая встречается в самом конце науки логики, да, в учении о понятии. Поэтому здесь и когда мы говорим о суждении, мы выводим себя в сферу субъективного. То есть суждение это что-то, относящееся к субъекту. Ну, понятное дело, что субъект какие-то суждения может анализировать и высказывать. А на самом деле правильность и истина, она не субъективна, она объективна. И поэтому связывать ее с суждением было бы не совсем верно. Так, истина же это соответствие понятия объекту. Только с помощью диалектики можно привести в соответствие объекту понятие. Ведь оно содержит в себе множество противоречивых моментов. Также есть второе понятие истины, вот пишет товарищ, которое относится к преобразованию мира. И заключается в соответствии объекта понятию. То есть вот здесь тоже, вроде бы по форме все верно, но истина получилась дуалистичная такая. То есть две истины на самом деле. Мы познаем мир, это истина. Кто-то меняет мир, не познав его, это тоже истина. Нет, это неверно. Диалектическая истина заключается в единстве этих двух моментов. Один момент не может быть без другого. Вы не можете начать изменять мир, точнее можете, но к чему это приведет? В смысле диалектической истины, если сначала вы объект не познали, не выразили его в понятии, не поставили объекту в соответствие понятия. Поэтому здесь удвоение и говорить, что это второе понятие. Нет, это одно и то же понятие, просто разные моменты. О моментах мы будем говорить тоже на следующем, на одном из следующих занятий. Но давайте здесь я пару слов скажу. Момент это просто нечто неразрывное, нечто, что нельзя разделить. Как категории это возникнет в самом начале учения об ИТИ. В науке логики мы будем говорить о том, что есть два противоположного движения в одном движении. И это будут моментами. Но в целом надо понимать это следующее. Это нечто, что невозможно разделить никаким образом. Диалектика это материализм. Как наука имеет систему знаний, имеющую начало как неразвитый результат и результат как развернутое начало. Здесь не совсем точно. Диалектика это учение о... Фактически диалектика это раздел философии, это логика. Диалектическая логика. И можно так сказать, что современная диалектика это материалистическая диалектика, безусловно. Потому что гегелевская диалектика, она имеет такое ненужное удвоение мира. У гегеля, если мы вспомним, у него развитие такое. Вот есть абсолютная идея, ну или дух, он говорит. Дух этот развился до материи. Материя развилась до того, чтобы отразить себя. Она отразила себя в логике, в диалектике. И таким образом дух вернулся к сам себе. На самом деле никакой здесь дух и идея об абсолютном духе совершенно не нужна. Диалектика, она возникает как просто отражение материального мира. Каким образом это происходит? И вот эти категории, которые в диалектической логике изучаются, они являются отражением именно материального мира, поскольку эти категории кристаллизовывались в человеческой жизни и в человеческом сознании. То есть они отражались, на самом деле, опять же мы говорим о сознании, значит мы говорим об отражении мира, они кристаллизовались в том, что человек наблюдал или делал нечто очень большое количество раз. То есть повторяющиеся какие-то вещи, и они кристаллизовались в эти категории. И потом они уже в логике, то есть в нашем мышлении как отражении материи, сложились в вот эту систему категорий, логических категорий науки и логики. Поэтому в этом смысле, когда мы изучаем вот это движение, как будто бы изучаем мышление фактически, как движется наше мышление в этих категориях, мы изучаем на самом деле отражение материального мира. И в этом смысле такое понимание диалектики является материалистическим. И это наиболее современное понимание диалектики. Если говорить о диалектике как современной диалектике, то, конечно, это материалистическая диалектика. Но в целом, даже не понимая диалектику как материалистически, не трактуя материалистически, Гегелю удалось создать диалектику как науку. То есть он систему знаний создал, диалектику, в виде системы знаний, имея вполне себе идеалистические основания. Диалектический материализм – это диалектика, примененная к природе. Нет, это неправильно. Вот здесь совсем неправильно. Диалектический материализм – это когда мы диалектическое движение, диалектические категории трактуем в том смысле, в котором я сказал. То есть применяем к материи, не только к природе, а вообще к любой материи. Скажем, к различным формам материи, в том числе к общественным формам материи. Так, в целом за счет. Бекеров, Руслан Кадимович, город Москва. Пишет Руслан Кадимович. «Философия – это наука о всеобщих законах развития природы, общества и мышления, учения об общих принципах бытия и познания, об отношении человека к миру». Я думаю, что вы здесь сузили, честно сказать, предмет философии, не только отношения. Еще раз, вы начали все правильно. Всеобщие законы природы, общества и мышления. Зачем здесь примешивать отношения человека к миру, совершенно непонятно. «Как мировоззрение философия неразрывно связана с социально-классовыми интересами». Интересно, что это такое за интересы такие, социально-классовые. Я вот знаю классовые интересы, а что такое социально-классовые? Это вроде как социально-экономические. Классовые интересы никакими, кроме как социальными, быть не могут. Поэтому это масло-масляное в этом смысле. То есть не надо ко всем словам делать приставку социально. Что такое социально? Это социально-экономические интересы. Можно сказать, что общественно-классовые интересы. Классы, категория классов, она относится к обществу, к социуму. Значит, категория классов непосредственно и связана с обществом. Поэтому не надо удваивать здесь ничего и не надо говорить социально-классовыми интересами. И как мировоззрение, философия не всегда неразрывно связана с классовыми интересами. Да, действительно, на определенном этапе развития человеческого общества она неразрывно связана с классовыми интересами просто потому, что наше общество является классовым. Оно на данный момент является классовым. И пока оно таковое, соответственно, и философия изучает и объясняет движение в классовом обществе. Да, если общество будет бесклассовым при построении полного коммунизма, когда все классы будут преодолены и будут преодолены все классовые различия, что философия исчезнет, что ли, она будет изучать очень так же всеобщие законы развития природы, общества и мышления. И в тот момент очень так же. Так, философия как теоретическая форма сознания, рационально обосновывающая свои принципы, отличается от мифологической, религиозной форм мировоззрения. Я думаю, что не надо к философии определять как теоретическую форму сознания. Что это такое? То есть бывают какие-то практические формы сознания? Или что это такое? И, может быть, вы тут перепутали слово сознание с познанием мира, перепутали эти два слова. Если мы говорим о познании мира, то познание может происходить в трех... Известно три формы познания мира. Это религиозная форма, форма искусства, в форме образов и в форме понятий. То есть научная форма познания. Безусловно, философия относится к последней форме познания мира. То есть философия выражает мир в понятиях. Но вот как теоретическая форма сознания, это неверное утверждение. Правильность, вот пишет товарищ, это соответствие правилу, критерию, норме. Ну, вообще говоря, это совершенно неверное утверждение, что такое правило, критерий и норма. Если вы говорите, например, о законе, то вообще закон... Что такое для вас правило и норма? Да, если мы говорим о категории закон, то это... Или о категории права. То это возведенная в закон воля господствующего класса. То это вообще классовая категория. Правильность все-таки не относится к категориям... Не является классовой категорией. То есть не является категорией, связанной с понятием классов в обществе. Правильность — это просто одна из сторон в истине, противоречивой. Так, в целом зачтено. Бек Маматов Азадбек Акалбекович, Республика Кыргызстан, город Бишкек. Кыргызстан, город Бишкек. Правильность — это качество, содержащееся в кем-то или чем-то. Достоверность — это те же качества, опосредственное реальностью или действительностью. А истина — это кто-то или что-то, в своем противоречии, отраженное в понятии, и, соответственно, этого понятия кому-то или чему-то, или кого-то или чего-то к своему понятию. В общем, здесь какой-то набор слов. Я рекомендую всем товарищам, которые пишут в этой форме, перечитывать то, что вы пишете. Во-первых, да, я отметил, очень много товарищей пишут с ошибками. Это означает, что они просто не перечитывали то, что, ну там, ладно, где-то под запятую пропустили. Но когда вот такой набор слов, это значит, что товарищи просто не перечитывали то, что они написали. Так набили на клавиатуре и поехали дальше. Диалектическая истина, вот товарищ пишет, это понятия, выраженные в противоречии объекта, тем самым полное и не существующее более других истин. Ну, в общем, опять же, это вопрос к тому, что надо читать то, что вы пишете, дорогие товарищи. Так, следующий ответ. Белов Михаил Леонидович, город Минск. Правильность представляет собой соответствие чего-то, чьим-то ожиданиям и нормам. То есть то, что с их точки зрения считается правильным. И это неверно. То есть правильность сведена к такому полному субъективизму. Нельзя правильность сводить к субъективизму. Как нельзя истину сводить к субъективизму. И дальше вот правильно, товарищ, абсолютно замечает, я вот это даже выделил. Истина противоречива, и искать ее нужно, взяв противоречие, как целое, понимая взаимосвязь движений, моментов в этом противоречии. Вот это абсолютно верная мысль. И да, за эту правильно выраженную мысль товарищ получает зачет. Но, тем не менее, в последнем опросе товарищ пишет, «Диалектический материализм – это система философских воззрений Карла Маркса и Фридриха Энгельса». Но это замечательное суждение о диалектическом материализме. А это не система философских воззрений Владимира Ильича Ленина, Иосифа Виссарионовича Сталина и других видных марксистов прошлого и настоящего. «Философия преодолена по форме и сохранена по содержанию, становясь общенаучным методом познания». Ну да, можно так говорить. Предыдущая философия в этом смысле. Скажем, философия созерцательный материализм Фейербаха. Если вот это высказывание отнести к созерцательному материализму Фейербаха, то да, такое верное высказывание. Следующий ответ. Михаил Сергеевич Белоусов пишет, «Диалектика как источник и составная часть момент марксизма» указывает. Первый момент. «Диалектика выражена в книге «Науки логики» Георга Вильгельма Фридриха Гегеля. Второй момент. Маркс написал три тома «Капитала». Ну, как-то написал, да, три тома «Капитала». Третий момент. «Энгельс пишет книгу «Принципы коммунизма», но нет учения о диктатуре пролетариата». Ну вот это вообще мощное утверждение, что у Энгельса нет учения о диктатуре пролетариата. Это вы, во-первых, вытонули, так мягко скажем. А во-вторых, все-таки, значит, первый момент марксизма, да, это исторический материализм, то есть диалектический материализм, примененный к истории. Второй момент марксизма – это критика политической экономии, изложенная по большей части в трех томах «Капитала». И это тоже верно. Но второй момент не заключается в том, что Маркс написал три тома «Капитала». Второй момент все-таки – это учение, связанное с критикой политической экономии. И то, что третий момент – научный социализм, все-таки он, во-первых, не полностью исчерпывается изложением Энгельса в книге «Принципы коммунизма». Да, кстати, по научному социализму давайте мы, кстати, этот вопрос немножко и разберем. Потому что, вообще говоря, если мы говорим про научный социализм, то правильнее первый раз научный социализм в такой кристаллизованной форме выражен в работе «Манифест коммунистической партии». Действительно, принципы коммунизма являются предшествующей этой работе. Но вот давайте участники семинара сегодняшнего все-таки поучаствуют в нашем семинаре и ответят на вопрос, а что же такое научный социализм? И чем он отличается от вообще другого какого-то социализма? И в чем тут как бы суть-то? Ну вот мы говорим… Кстати, многие товарищи говорят, научный коммунизм – это неправильно. Вы нигде не найдете ни у Ленина такого словосочетания, ни у Маркса такого словосочетания нету. Есть научный социализм. А научный коммунизм – это та чушь, которую преподавали в годы позднего Советского Союза, когда уже шла, фактически, был переходный период от социализма к капитализму. И тогда вот под научным коммунизмом понимали все, что угодно, кроме научного социализма, действительно. Так в чем… Давайте вернемся к научному социализму. Что это такое вообще? В чем отличается научный социализм от любого другого социализма? И, кстати, какие виды социализмов бывают? Сколько их? Ну вот все мы говорим научный социализм, научный социализм. А что это такое? И бывают ли другие виды? Товарищи, надо читать, хотя бы манифест коммунистической партии, надо прочитать. Это, так сказать, основополагающая работа. Да, давайте. Научный социализм выделяет рабочий класс как силу, которая действительно может… Материальную силу, которая может преобразовать мир и которая в этом заинтересована. Да, наиболее заинтересована, наиболее последовательно и имеет возможность преобразовать этот мир. Абсолютно правильно. Вот, собственно говоря, то ключевое, что в научном социализме есть. То есть, научный социализм указывает на эту материальную силу, на рабочий класс и указывает на то, как к этой цели необходимо двигаться. Вообще говоря, все… Да, теперь если мы говорим о различных видах социализма, они все перечислены в манифесте коммунистической партии. И если так вот говорить, то социализма, вот все эти виды социализмов, это просто отрицание, различное отрицание капитализма. Кому не нравится капитализм? Ну, первое, капитализм не нравится феодалам, которым, собственно говоря, на смену пришли капиталисты и пришла следующая общественно-экономическая формация. Вот мы и получаем феодальный социализм. Он же, если мне не изменяет память, христианский социализм, по-моему, так называет, по-моему, так называет Маркс там в манифесте коммунистической партии, но можно проверить. И он так как-то говорит, да, это святая вода, которой поп кропит озлобление аристократа. Вот, то есть... То есть, аристократ озлоблен на капиталистов, безусловно, и вот один из видов социализма, в том числе отрицание капитализма с этой стороны. Дальше. Кому еще не нравится капитализм? Ну, вообще говоря, он не нравится капиталистам, в первую очередь. Особенно тем, которые, как бы, сейчас немножко от кормушки отделены. И мы видим прекрасные формы этого сейчас, вот вовсю процветающие в нашу эпоху, всяческие там либералы, которые более-менее отодвинуты на второй план. Это те же самые представители определенных слоев капитала, которые отрицают капитализм. Ну, в том смысле, что они вот тот капитализм, который есть, он им не нравится. Они считают его неправильным. Правильный капитализм, это, конечно, тот, когда они владеют и государством, и все средства производства фактически подчинены им. И вот такая форма социализма, которая называется буржуазный социализм, вот она процветает до сих пор. Дальше есть такой социализм, как утопический социализм. И это как раз утопический социализм, это предтеча социализма научного, потому что он пока не указывает, он не находит ту материальную силу, которой находит научный социализм. Утопический социализм, он просто рассказывает о том, как будет устроен мир. Ну, такое, как бы, предсказание. Иногда достаточно точное, иногда не точное. В основном, эти, научный социализм сводится к работам таких философов, как Оуэн, Фурье, Сен-Симон еще, да. Да, эти, некоторые из них фактически были представителями капитала, и они пытались построить вот тот, тот воображаемый мир, который они себе нарисовали. Они пытались построить на своих фабриках. Понятно, чем это все закончилось. Они, естественно, обанкротились в условиях капитализма, и как капиталисты они пришли к ничто. Но, тем не менее, да, это, кстати, вот объясняет многие сейчас граждане, возражая против социализма. Говорят, ну, если вы так хотите социализм, если вы так боретесь за коммунизм, ну, построите коммунизм на отдельном взятом предприятии. Нет, дорогие товарищи, мы прекрасно знаем, чем это все заканчивается, и чем это закончится в условиях господства товарного, всеобщего товарного производства, то есть капитализма. Не получится построить социализм на отдельном предприятии. Социализм можно построить в отдельно взятой стране, где можно организовать достаточно большой коммунистический уклад, то есть коммунистический способ производства. Там социализм построить можно, а вот на отдельном предприятии этого сделать нельзя. Ну, и возвращаясь к утопическому социализму, да, вот товарищи пробовали, у них не получилось, но их предсказания действительно гениальны. И в этом смысле история помнит их как великих деятелей социализма, ну, утопического социализма. Да, ну, вот так вот мы разобрали этот вопрос, я думаю, достаточно подробно. И подытоживая, третьим моментом марксизма является именно научный социализм. И последнее, что я хочу здесь сказать, в этом ответе товарищ пишет, что нет учения о диктатуре пролетариата. Это совершеннейшая неправда. Вот Маркс, да, он для, специально для потомков, как, так сказать, великий мыслитель, великий ученый, он коротко сформулировал то, что он сделал в науке. В письме, так, это было письмо Толику Гельману, Толи Иосифу Вейдемейру. В письме Вейдемейру он писал, что ему не принадлежит ни заслуга открытия классов, ни раскрытия того, как эта анатомия классов устроена. Он пишет специально для будущих поколений, и в том числе, я сейчас об этом скажу, для будущих извратителей марксизма. Он пишет следующее, что то, что Маркс сделал в науке, можно свести к трем пунктам. Первое. Развитие общества связано с различными, с классовой борьбой и с различными классами, которые в этом обществе существуют. Ну, и развитие производства связано, соответственно, с этим. Второе. Классовая борьба необходимо ведет к диктатуре пролетариата. И третье. Эта диктатура пролетариата есть только ступенька к уничтожению всех классов и к бесклассовому обществу. Вот Маркс так определил то, что он сделал в науке. Поэтому, когда сегодня вы слышите, когда под сурдинкой марксизма вам выдают различные сентенции, различные там розоватые граждане, буржуазные различные экономисты, коим не из числа, и под марксизмом понимают все, что угодно, кроме вот этого, то знайте, что Маркс под своим вкладом в науку понимал именно вот это. И он об этом прямо заявил. Именно для того, я так подозреваю, чтобы в будущем исказители марксизма, вот такие, ну, такие на бытовом уровне исказители марксизма, понятное дело, что там кто в марксизме, кто марксистскую литературу читал и более-менее разбирается, ему там не надо, и так понятно, что сделал Маркс. Но вот Маркс изложил коротко, и поэтому нельзя говорить, что нет учения о диктатуре пролетариата. Как-то его нету, если, ну, вот Маркс говорит, что это одна из его заслуг. Да, действительно, учение о диктатуре пролетариата развито Владимиром Ильичом Лениным в большой степени, но он не является первооткрывателем учения о диктатуре пролетариата. Он его развивает на основе идей Маркса и Энгельса. Поэтому нельзя сказать, что у Энгельса нет учения о диктатуре пролетариата или у Маркса. Так, ну что, давайте сделаем перерыв 10 минут или 5 минут и продолжим. Так, ну что, товарищи, продолжаем, да, наше занятие. И продолжаем разбор ответов, которые были присланы в систему дистанционного обучения. Да, и все-таки вот я... А, нет, это тоже следующая работа. Большого Светлана, город Нижний Новгород. Светлана пишет, философия – это поиск одного общего начала для всех вещей и событий в мире. Иначе говоря, познание всеобщего. Иначе говоря, вы философию свели к поиску Бога. Ну или как его можно угодно, как называть, там, духа, идеи с большой буквы и так далее. Ничего, никакого одного общего начала нету для всех вещей и событий в мире. Как раз если бы было одно общее начало, определяющее, это была бы... Этим занимается наука, которая... Точнее, не наука, а такая... Как это... Партия философии, которая называется метафизика. Метафизика – это абсолютизация фактически чего-то. То есть есть нечто, что является абсолютом, что можно взять за абсолютное начало. Нету такого, что можно взять в мире за абсолютное начало. Так. А дальше правильно. Философия изучает всеобщие законы природы и общественного мышления. И во втором вопросе Светлана отвечает тут вот... Современное изучение марксизма показало, что высказывание три части марксизма не очень хорошо. По Гегелю части лишь у трупа. Есть у Гегеля понятие «момент». Это неделимое. То, что не существует одно без другого. Правильно. Два движения в одном движении. Поэтому диалектика – диамат и истмат. Почему вы разделили диамат и истмат, здесь непонятно. То есть вы разделили диалектический материализм и исторический материализм. Все-таки когда мы говорим про марксизм, мы говорим об историческом материализме. То есть о конкретном применении диалектики материалистической и применении ее к истории. Сейчас нам надо будет поговорить, возможно, в следующих ответах мы за это зацепимся. В целом нам надо будет поговорить, а как же применяется эта материалистическая диалектика в истории и что из этого получается. Но разделять вот диамат и истмат, как будто бы это еще два момента. Здесь было бы неверно. Это первое. Второе. Вот если вы читали Владимира Ильича Ленина, нигде у него таких сокращений нет. Диамат, истмат. Чем вам плохо диалектический материализм? Чем вам плохо исторический материализм? Вообще диамат и истмат, вот эти сокращения, это первый признак шарлатанов. А сейчас, вот если вы посмотрите, кто пишет там, какими-то диаматиками называют себя и так далее. Первый признак того, что люди диалектику не изучают. Это сокращение вот это. Это такой маркер. Не всегда может быть работающий, но тем не менее. Поэтому я рекомендую им не пользоваться. Напишите диалектический материализм. Ну что, плохое словосочетание, что ли? Диалектический материализм. Зачем его сокращать? Вот, в целом, остальное правильно. Зачет. Андрей Николаевич Бохан. Да, товарищи, всех, кого я здесь разбираю, все получают зачет. Я на этом, может быть, не буду больше фокусироваться. Все получают зачет. И еще раз, все мои придирки связаны только с тем, что есть в каждой работе, можно найти что-то, к чему можно придраться. Ну вот, в этих работах я нашел, к чему можно было придраться. Андрей Николаевич Бохан. Философия, система знаний об общих законах взаимодействий человека, общества и природы. Ну, здравствуйте. Во-первых, тут вы разделили человека и общество. Как можно отделить человека от общества и общества от человека? Во-вторых, никакие не об общих законах взаимодействия человека и общества. Все-таки философия – это наука об общих законах природы, общества и мышления. Так, правильно. Истинность, пишет товарищ Андрей Николаевич, полное соответствие понятию о нем. Что значит полное? То есть, бывает не полное соответствие. Соответствует, но не полное. Просто соответствие понятия объекту. Исторический материализм – материализм, рассматривающий развитие человечества в истории. Но это как-то очень вялая такая формулировочка, мягко сказать. И давайте вот на этом все-таки остановимся. Как раз в связи с вопросом о том, как применять диалектический материализм к развитию истории. И применил, действительно, какой вывод основной исторического материализма, и как он был успешно применен. Это мы можем найти у Энгельса в работе. Наверное, это происхождение частной собственности, семьи и государства. И он говорит следующим образом там. Определяющим моментом истории с точки зрения исторического материализма является производство и воспроизводство непосредственно жизни. То есть, вот рассматривается развитие человеческого общества с точки зрения, значит, если материалистическое толкование, то имеет место основным определяющим моментом, именно моментом в развитии общества является производство и воспроизводство непосредственно жизни. Которое делится как бы на две части. Первая часть – это производство человека как такового, непосредственное производство человека. А вторая часть – это производство материальных благ, которые помогают человеку жить, собственно говоря. И отсюда следует, что общественное бытие – это и есть общественное производство. Поскольку воспроизводство человека, оно как бы не меняется. Для этого, как раньше нужно было, была женщина и мужчина. С этим именно как раз связано и с воспроизводством человека именно связана половая любовь, которая сводится к непосредственному воспроизводству человека. Этот момент не меняется со временем, как нетрудно догадаться. Хотя тут есть разные попытки. Сейчас в современном мире записать в брак, кого с кем только не пытаются записать. Но тем не менее, именно момент воспроизводства человека сводится к любви между мужчиной и женщиной. Никак иначе, ничего другого здесь, ниоткуда из другого взаимодействия не может получиться человек как таковой. И далее производство всех остальных материальных благ, оно как раз определяется тем способом производства, которое ведет данное общество. То есть, если мы хотим узнать о том, что представляет собой конкретное человеческое общество, нам нужно понять, каким способом оно производит. И это будет общественное бытие. То есть, вот такая цепочка рассуждений, которая присуща именно историческому материализму. То есть, исторический материализм сводит анализ общества непосредственно к тому, как данное общество производит. То есть, если вы хотите узнать об обществе, то вам нужно смотреть, как данное общество производит. Ну и, соответственно, отсюда разные способы производства возникают. Первобытный общинный способ, рабовладельческий, феодальный способ производства, капиталистический способ производства и коммунистический способ производства в самом конце. И исторический, в том числе задача исторического материализма установить связь между этими способами производства и объяснить, каким образом один способ производства переходит в другой способ производства, ну и раскрыть, собственно говоря, это движение. Вот в чем основная задача исторического материализма и как момента марксизма. Так, а вы вы свели это просто к тому, что это материализм, рассматривающий развитие человечества в истории. Ну, это хорошее, может быть, это верное высказывание, да, правильное высказывание об историческом материализме, но это не раскрывает содержание исторического материализма и отличие от других подходов исторических к развитию общества. Скажем, этот подход именно исторического материализма, да, и подход, когда нужно изучать именно общественное производство, общественное бытие как общественное производство, он, скажем, исключает вот эту концепцию, когда все движение общества именно связывают с какими-то там гениальными личностями, да, то есть вот я не помню, чья это концепция такая историческая, но вот что история развивается от там гениальной, одной гениальной личности к другой, то есть вот приходит гениальная личность какая-то, возникает точка бифуркации, эта гениальная личность что-то делает, и вот таким образом движется человеческая история. Исторический материализм отрицает такой подход, он говорит о том, что движением в истории человечества является способ производства, соответственно, противоречия, которые в каждом способе производства заложены, они являются источником самодвижения и саморазвития человеческого общества вообще. Так, идем дальше. Наталья Вячеславовна Буданова пишет, «Диалексика как наука представляет собой систему знаний по осознанию формы внутреннего самодвижения изучаемого предмета». Вы тут напутали все вместе, вы пытались, по всей видимости, определить, что такое метод, что такое диалектический метод в том числе. А диалектика как наука представляет собой действительно систему знаний, в которой есть начало как неразвитый результат, и результат как развернутое начало. И есть действительно диалектический метод. Вот, и здесь как раз вы навели меня на мысль о том, что об этом бы стоит, наверное, поговорить поподробнее. Не знаю, давал ли вам Михаил Васильевич на лекции эту категорию, метод. Кто-нибудь знает, что такое метод? Давайте. Андрей, метод есть осознание формы внутреннего самодвижения содержания изучаемого предмета. Осознание формы внутреннего самодвижения содержания изучаемого предмета. Абсолютно правильно, да. И вот кажется, что… Спасибо. Кажется, что здесь такое нагромождение слов в некотором смысле, но в действительности под этим определением кроется очень глубокий смысл, и на самом деле определение очень простое. Поскольку любой предмет, как мы уже с вами выяснили, он противоречив, то это противоречие надо раскрыть. И в этом противоречии заключено самодвижение. Соответственно, вот это самодвижение, оно имеет, принимает для различного предмета, и здесь имеется в виду, ну там, не знаю, физика, химия, биология, математика. Вот под этим, под словом предмет понимается вот это. И, значит, это самодвижение раскрывается в какой-то форме. И когда вы эту форму осознали, это значит, что вы определили метод. И вы получаете диалектический метод, это вот то движение между категориями, самодвижение, которое возникает в такой форме. Не знаю, аналитический метод в математике, метод физики, ну в биологии, пожалуй, что вот в биологии, да, в биологии, наверное, есть такой метод, он раскрыт тем или иным способом, да, в учении там Дарвина, да, скорее всего, можно сказать, что биология, вот метод раскрыт Дарвином. А, скажем, в медицине такого метода нету. Ну вот пока метод он не указан. То есть непонятно, в какой форме вот это раскрывается, это самодвижение понятий в медицине. Нету еще этого полного раскрытия. Соответственно, медицина не предстала как наука, как вот законченная система знаний, где есть начало как неразвитый результат, и результат как развернутое начало. Пока есть какие-то различные разделы медицины, но они в общую систему не увязаны. Так, идем дальше. Даниэль Владиславович Высоцкий. Так. Диалектика не только наука, но и метод познания мира. Методом познания является способ достижения определенных результатов. Ну, как-то очень практически, товарищ, подходит к вопросу. Единство мира предполагает существование общих приемов и способов познания общих методов. Нет, не знаю, что Вы имеете в виду здесь. Я бы сказал, что эта мысль неверная. Единство мира определяется его материальностью, как писал Энгельс. И, собственно говоря, заключается в том, что мир материален. Таким общим методом и является диалектика. Нет, диалектика не определяет единство мира, конечно. Диалектика как наука, как общая теория развития используется для объяснения каких-либо явлений, а для получения новых знаний используется ее метод познавательной деятельности. Да, тут как-то Вы завернули. Ну, наверное, можно так сказать. Диалектический материализм представляет собой единство двух моментов. Диалектического метода и материалистической теории. Материалистическая теория является единственной научной философской теорией, которая дает достоверное столкновение леней и правильное понимание их. А диалектический метод является способом изучения и познания этих самых явлений, которые находятся в непрерывном движении и развитии. Вот я бы не сказал, что диалектический материализм представляет собой единство двух моментов. Нету в диалектическом материализме двух моментов. Как мы уже говорили с Вами сегодня в самом начале, я это объяснял. Диалектический материализм – это просто диалектический метод, истолкованный материалистически. То есть принимаемый как отражение реального движения материи. Вот и все. То есть здесь нету никаких двух моментов, ничего удваивать опять же не надо. Дальше идем. Герасим Федор Михайлович, город Новый Уренгой. Тоже товарищ рассматривает вопрос правильности и достоверности и вводит категории суждения здесь. Правильность, достоверность и истина – это понятие осуждений. Чтобы найти истину, нужно рассматривать два противоположных суждения. Категория суждения достаточно сложная. Не надо эту категорию использовать для того, чтобы про истину что-то сказать. Дальше. Истина – это отображение всего, противоречия в целом. Отображение. Ну, в понятии, если. Да, если в понятии, то да. Отображение в понятии. Диалектика как наука – учение о всеобщих связях бытия и развития всего сущего. Нет. Конечно, диалектика как наука – это учение о всеобщих законах. В мышлении в первую очередь. Но если диалектику применять к материальному миру, то она будет точно так же отображать всеобщие связи в материальном мире. Так, в целом зачет. Николай Зуев. Да, вот существует два вида или типа истины. Одно относится к отражению мира, а второе – к преобразованию мира. То есть, как бы истина удвоена тоже у товарища, что неверно, как мы уже разобрали. Так, на пятый вопрос отвечает товарищ. И тут что-то мне не понравилось. Сейчас мы разберемся. Пятый вопрос – это у нас диалектический материализм. Да. И он в этом вопросе одну фразу. «Продолжили учение Гегеля, Карл Маркс и Фридрих Энгельс, убрав из нее идеализм». Не убрав из нее идеализм, а все-таки поставив на прочное материалистическое основание. Вот так бы я сказал. Так было бы точнее. И вообще говоря, поскольку Карл Маркс и Фридрих Энгельс были изначально младо-гегельянцы, там они говорили, что они перевернули учения Гегеля. На самом деле они сами перевернулись. В том смысле, что они были идеалистами, а перевернулись с головы на ноги и стали материалистами. «Диалектика, политэкономия и научный коммунизм. Три источника и три составные части марксизма. Научный социализм, а не научный коммунизм». Евгений Александрович Исаков. «Диалектическая истина, соответствие понятия объекту, в более высоком смысле истина – это реализация идеи преобразования мира». Что значит «в более высоком смысле»? Тут я понимаю, что вы хотели сказать, что идея преобразования мира, то есть изменения объекта в соответствии с понятием, она более высокая в том смысле, что содержит в себе понятие об объекте. То есть по объекту она сначала понять, прежде чем его изменять. Это да. Но что значит «в более высоком смысле истина»? Это непонятно. Основное положение, которое говорит, что в основе человеческой истории лежит непосредственное воспроизведение человеческой жизни. Вот не в основе человеческой истории, а вот здесь основным моментом человеческой истории. Все-таки, вы заметьте, Энгельс пишет все-таки о моменте. А основа – это категория сферы сущности. Да, там основание основанное и основа. Основа – это такое… Нет, в сфере сущности это категория такая, как бы безразличная к основанию. Основа – это нечто безразличное к основанию. То есть у кого-нибудь, у чего нету основания на самом деле в сфере сущности. То есть не надо использовать те категории, которые лишние. И заметьте, марксистская наука, она все-таки имеет очень выверенные определения и категории. Вот не зря Маркс с Энгельсом, они там очень дотошно исправляли тексты друг друга. И вот у Энгельса абсолютно четко сказано, что основным моментом является воспроизведение, непосредственно производство, воспроизводство человеческой жизни. Константин Сергеевич Киривник. Почему-то Константин Сергеевич очень многие слова пишет с большой буквы. Движение, развитие, материального мира – все с большой буквы. В каком смысле вы это упоминаете об этом? Вот пишете с большой буквы эти слова, вы на что намекаете? Как бы на что-то трансцендентное? Политическая экономия тоже с большой буквы почему-то. Систематизация политической экономии. Тоже все слова с большой буквы. То есть вы так случайно или это вы какой-то смысл в этом вкладывали? Я тут не очень понял. Кибец или кибец, прошу прощения, я не знаю, Валерий Григорьевич Цюрих. Вот нам товарищ пишет из города Цюрих, Германия. Раскрывает вопрос о диалектической истине. Понятие об объекте, содержащем единство и борьбу противоположностей. Противоречия в нем рассматриваются в развитии, что позволяет ориентироваться в общественных исторических событиях, принимать решения для их осуществления. Для кого их осуществление? Исторических событий? Или о чем? Значит, еще раз, диалектическая истина, это когда мы не только пытаемся познать и выразить в понятиях объект, но и пытаемся объект изменить в соответствии с этим понятием. В этом заключается диалектическая истина. А то, что само понятие должно содержать в себе единство и борьбу противоположностей, то есть быть противоречивым, то это просто к категории истины относится. Это не относится к вопросу именно диалектической истины. Исторический материализм, как учение о производительных силах общества, означает, что мир материален, существует объективно, развивается в ней независимо от нашего сознания, никем не сотворен, существует вечное сознание человека, это отражение материи, вершина марксистско-ленинского учения рассматривается в единство с диалектическим материализмом и политической экономией. Вы изложили чисто созерцательный материализм фейербаховский. Исторический материализм все-таки говорит о том, что основанием является общественное производство в обществе, и изменение этого общественного производства или способа производства, оно является залогом движения и исторического развития вообще. Терентий Андреевич Кокодей пишет, «Философия – это наука о всеобщих законах природы, общества и мышления». Читайте то, что вы пишете. Да, вот здесь вот интересно, кстати, про исторический материализм пишет товарищ, пишет, «Исторический материализм – это материализм, объясняющий общественные процессы». Ну, хорошо, да. «Общественное развитие сопровождается развитие материальных средств». Только не материальных средств вообще, а средств производства. «Производительные силы в совокупности с производственными отношениями». Да, то есть способ производства – это единство производительных сил и производственных отношений. А источник развития, пишет товарищ, «классы». И как бы это было верно, если бы… Это вообще так очень сужало бы рассмотрение, если мы относим коммунизм, первобытный общинный коммунизм, то тогда это верно. Значит, источником развития общества является классовое противоречие только для классовых обществ. Человечество жило чуть ли там не 90 тысяч лет в условиях первобытного общественного коммунизма. И источником развития тогда для человечества «классы» не было. И сейчас, да, когда, ну скажем так, некоторая часть человечества живет в классовом обществе, и в этом смысле классовые противоречия являются источником развития. Но когда будет построен полный коммунизм, источником развития будут, конечно, не классы, потому что классов не будет. И тут получается, что вы так обесценили совсем полный коммунизм, то есть при полном коммунизме как бы пропадет источник развития. Классов не будет, источник развития пропадет. Но вот как-то здесь… Может быть, мотивация другая будет? Нет, классов в политико-экономическом смысле не будет. Классы будут преодолены, классовые различия будут преодолены. Вот борьба противоположностей будет, будет в том числе борьба старого с новым всегда. Но вот именно что классы будут источником развития, это неверно. Вот не всегда так. В классовом обществе, да, классовое противоречие является источником движения и развития в том числе. Так, Сергей Николаевич Кравчук. Философия, форма общественного сознания и познания мира, вырабатывающая систему знаний о фундаментальных принципах и основах человеческого бытия. Вот товарищ явно списал с какой-то плохой энциклопедией. Чем вам не нравится короткое определение, которое мы уже сегодня неоднократно давали? Да, истинно пишет товарищ, конкретность. Правильно, истина конкретна. Единство сущности и существование. Содержимое соответствует обертке. Опять, вы сразу же прыгнули в категории сферы сущности, мы будем разбирать, что такое сущность, что такое существование. Истину не надо определять через эти категории. Так, дальше идем. Игорь Юрьевич Кузин. Философия, любовь к мудрости. Если, так сказать, с точки зрения самого слова, философия подходить, то действительно, любовь к мудрости. Особая форма общественного сознания и познания мира, вырабатывающая систему. Вы, как бы, меньше определяете через нечто более сложное. Научная форма познания есть, и философия относится к научной форме познания. Но философия в целом, это просто наука о всеобщих законах природы, общественного мышления. Но есть другие науки, которые изучают конкретные законы различных, в различных дисциплинах. И там, где-то в материи просто, там физика, да, это просто движение материи изучает, не общественной, там, химия и так далее. Диалектическая истина есть процесс движения относительно истины к абсолютной. Относительно истины к абсолютной. Но это неверно. Критерием истины является практика. Это-то верно, конечно, но диалектическая истина мы уже разобрали сегодня, что это такое. Диалектика, искусство вести беседу, как наука. То есть диалектика сводится к тому, что это искусство просто вести беседу. Видимо, складно вести беседу и переспорить оппонента. Да, безусловно, изучение диалектики помогает вести беседу и спорить с оппонентами. Но она не сводится только к искусству вести беседу. Да, дальше пишет, товарищ. Есть учение о наиболее общих законах развития природы, общества и познания, и основанные на этом учении универсальный метод мышления и действия. Все-таки диалектика, как раздел философии, раздел логики, он изучает именно мышление. То есть он изучает движение в сфере логики, изучает само мышление, как устроено мышление. Потом это движение можно применять к различным формам материи. Но сама диалектика, она изначально, она не является учением об общих законах развития природы, например. Ее можно применять к природе, и вы будете получать наиболее общие законы развития природы. Но изначально это просто движение в сфере мышления, изучает саму мысль. Арина Леонидовна Кушнир. Диалектический материализм – это направление диалектики, в основе которого лежит материалистическое понимание мира. Ну и направление диалектики. Понятное дело, что это направление диалектики. Как-то надо сразу же раскрывать содержание. Валерий Алексеевич Лорионов. Философия – особая форма познания действительности, как целого, духовное видение. Где-то мы это уже сегодня читали. Да, такое было. Да, что такое было, но это, видимо, из того же словаря плохого списано. Значит, особая форма познания действительности, как целого, духовное видение. Что такое духовное видение? Видимо, есть бездуховное видение какое-то, которое базируется на словесно-логическом материале и порождает философскую интеллектуальную интуицию. В общем, товарищ все свел, просто к чистой воды субъективизм. Чистой воды, то есть какой-то интуиции человеческой все сведено. К науке это имеет малое отношение. Философия может представляться логически выстроенной теорией, а может не представляться, видимо. Мысленным удалением от реальности, теоретично, чисто от эмпирии, но она содержательна. Ну, в общем, и тому подобное. Что такое философия, мы разобрали уже сегодня. Диалектика наука о том, как становятся тождественные противоположности. Да, есть такое замечание у Ленина в 29 томе, если не ошибаюсь, в конспекте науки логики, по-моему, это написано, но это не является определенным диалектикой. Хоча бы высказывание Владимир Ильич хорошее сделал. Мне тоже нравится. Диалектический материализм есть философия марксизма, есть современная форма материализма, наука о познании и преобразовании действительности, а наиболее общих законов развития этой действительности. Она также является философией революционного рабочего класса, диалектический материализм. Вот все это хорошо, только здесь не указано, что да, это современная форма материализма, безусловно. Но вот здесь надо, в этом ответе надо указывать, каким образом диалектический метод применяется к материи, как он связан с движением материи. А связан он, как мы уже говорили, напрямую, он является отражением того движения, которое имеет место в материальном мире. Анатолий Сергеевич Липский. Термин философия происходит от греческих слов «филио» — «любовь» и «софия» — «мудрость», и означает «любовь к мудрости». Философия — это поиск и стремление обладать истиной, требующей больших духовных интеллектуальных усилий от постигающего ее человека. А философия — попытка человека осознать смысл своего бытия, свое место в этом мире. Ну вот, в общем, такая вот водица, о которой я говорил в самом начале, и которая к научным категориям и определениям не имеет ровным счет никакого отношения. Вот это вот, в точности, вот это вот, это то, что читают студентам на курсах по философии. Опять же, ну еще раз, никакого отношения к научному пониманию, что такое философия, это не имеет. Правильность — это согласованность слова с денотируемой вещью. правильность имени таким образом прямо пропорциональна степени насыщенности слова сущностью вещи, степени близости его материальному оригиналу. Ну вот, да, ну мы разобрались сегодня, что такое правильность. В общем, желательно, чтобы когда вы пишете, хотя бы было понятно, о чем идет речь. Степень насыщенности слова — это хорошо, но никакого отношения к рассматриваемому предмету не имеет. Диалектика — это такой способ понимания мира, при котором различные явления рассматриваются в многообразии их связей, взаимодействии противоположных сил, тенденций в процессах изменения и развития. Ну, можно так, такие хорошие высказывания о диалектике, и очень часто я замечу, что многие граждане, которые диалектику не изучают, называют себя левыми, они именно вот так диалектику определяют, что вот как бы надо все явления рассматривать в многообразии связей и так далее. Все это правильно, тут никто не говорит, что это неверно, но все-таки диалектика имеет конкретное определение, и это конкретное движение категорий, которые в дальнейшем применяются к различным формам движения материи. Так, но зачет я поставил. Ну что, товарищи, на этом я исчерпал те работы, которые удалось мне проверить, все остальные, я надеюсь, проверю, какое-то ближайшее или не самое ближайшее время. Давайте, если перейдем к секции ответа на вопросы, если у вас есть какие-то, какие бы то ни было вопросы по, там, марксизму, и связанному, не обязательно связанные с сегодняшней темой, занятия, вопросы, давайте я на них отвечу. Какие-нибудь вопросы есть? Я хотел спросить по поводу категории снятия философии. Да. Мне кажется, вот я изучаю самопологику Дегеля. Это хорошо. И у него самое первое снятие происходит в момент того, когда у него есть единство противоположностей, как бытие в ничто переходит постоянно, вот эти моменты его несновидения и перехождение. И он будет снимать в личное бытие. И самый факт этого снятия я не совсем до конца понимаю. То есть снятие – это отрицание с удержанием, определение. Да, вот смотрите. Как оно вот полно раскрывается? То есть можно же что-то одно снять, в плане того, что одно отрицать, и при этом можно снять ими, мне кажется, по-разному одну и ту же категорию. Вот смотрите, у меня телефон стоит, и я его начинаю как бы отталкивать и отрицать. Что я делаю с ним? Я к нему прикоснулся. То есть нету, нельзя придумать такое отрицание, которое не содержало в себе удержания. Их, вот пример хороший приводит Гегель в науке логики, чтобы там кого-то Буяна вывезти из церкви, его надо сначала хорошенько обнять. Вот. Вы не можете отрицать, когда я начинаю что-то отрицать, даже вот я начинаю, сейчас я буду отрицать вот это. Я об этом начал говорить, в первую очередь. То есть я начал это удерживать в каком-то смысле. И нету никакого такого отрицания, чтобы вот мы откинули и ничего не осталось мы после этого. Обязательно что-то удерживается. И вот это отрицание с удержанием имеет определенное название в философии снятие. Когда мы эту категорию нашли, вот когда мы раскопали, когда у Гегеля Гегель ее находят, дальше никакого другого отрицания нету. Вот когда мы нашли категорию снятия, все, теперь под отрицанием мы понимаем снятие. Мы доказали, что никакого другого отрицания, кроме как мы оттолкнули и удержали что-то. Нету. И поэтому мы теперь это отрицание называем снятием просто. Но дальше можно говорить отрицание, все уже понимают, кто читал, читает, уже понимает, что если мы отрицаем, мы все равно удерживаем. То есть вот эта противоположность уже в этой самой категории такое противоречие зашито. Как мы отрицаем, тут же мы удерживаем. Вот такая ситуация получается. Да, и это достаточно с одной стороны просто понять, но с другой стороны к этой простой достаточно мысли немногие философы даже дошли до нее. Так что хорошо, что вы изучаете. Замечательно. Еще вопросы? Ну что, если вопросов нет, тогда на сегодня все. Спасибо. Спасибо.